С каждым днём весна всё увереннее вступает в свои права. Полноводные кубанские реки в случае неблагоприятных погодных условий могут грозить выходом из берегов. Для того, чтобы успешно противостоять поводку и возможным летним пожарам, нужно быть в полной готовности. 12 апреля стартовали командно-штабные учения МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием и природными пожарами. Их проводит Министерство гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. В учениях задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. О проведении учений в нашем муниципалитете на совещании, куда были приглашены главы поселения и представители всех заинтересованных служб, рассказал глава Славянского района Роман Синеговский. Учебными целями КШУ являются совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и силами ЧС России, РСЧС по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организации жизнеобеспечения населения, совершенствование приемного способа ликвидации ЧС и защиты населения, проверка реальности плана в действии по предупреждению ликвидации ЧС, надежности систем управления связи и оповещения, выполнение мероприятий по ликвидации ЧС, наращивание группировки сил и средств, организация протестных действий по проведению аварийно-спасателей и других неотложных работ при ликвидации ЧС, также совершенствование вопросов взаимодействия и обмена информацией федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по ликвидации ЧС. По условиям учений, чрезвычайная ситуация связана со значительным повышением температуры и началом снеготаяния в горных районах, повышенной водностью рек, что усложняет оперативную обстановку. Подобные учения имеют особое значение в нашем муниципалитете, ведь и подтопления у нас были не так давно и весьма серьезные, и опасность пожара вполне актуальна. О порядке проведения учений доложил начальник управления ГОИЧС Славянского района Павел Анопченко. С поступлением сигналов, Единая дежурно-диспетчерская служба района произвела оповещение руководящего состава членам комиссии по чрезвычайным ситуациям, руководителей межштабных формирований гражданской обороны, руководителей объектов экономики. Вам доведено было сегодня 8 массового благословения проведения заседания комиссии по предупреждению рекомендации и замечательной ситуации. В данном заседании предпринято определенное решение о формировании постановления главы района. Командно-штабные учения проводятся последовательно в три этапа в течение 60 часов. На первом этапе проверят готовность сил и средств к возможным чрезвычайным ситуациям в паводкоопасный период и пожароопасный сезон. Потом пройдут учения по ликвидации ЧАЭС, связанных с паводками и подтоплениями. И затем отработают комплекс мероприятий по защите жителей, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. Единая дежурная диспетчерская служба Славянского района не раз уже доказывала свою эффективность в любых ситуациях. Ее специалисты прошли специальное обучение уверены и психологически устойчивы. И в нынешних учениях они продемонстрировали свои лучшие качества, отработав ситуацию, когда был получен прогноз о повышении уровня воды и подтоплении населенных пунктов в Очуевском и Черноярковском сельских поселениях. Уточните расчет сил и средств, организуйте оповещение руководящего состава. Принято выполняю. Подготовьте информационные донесения на Центр управления в кризисных ситуациях и Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. Приведите в готовность к работе систему оповещения. Принято выполняю. После активной фазы выполнения задачи оперативно-дежурной смены ЕДДС перешли в режим контролирования развивающейся ситуации. На территории района работает муниципальная система экстренного оповещения населения. В основном используются сирены. Помощь в оповещении населения также оказывают сотовые операторы связи. Оперативный дежурный отправляет СМС-сообщение каждому жителю Славянского района о том, какие мероприятия нужно выполнить в связи с сложившейся обстановкой. В ходе сегодняшних учений, которые начались и будут продолжаться, будут отработаны вопросы и оказания помощи населению в период половодия и выполнения мероприятий по ликвидации ландшафтных пожаров. Все эти вопросы мы отрабатывали практически, можно сказать, даже и к сожалению, но опыт этот, который у нас имеется, мы сегодня еще раз будем наращивать, отрабатывать, устанавливать взаимодействие для того, чтобы выполнять эти задачи и оказывать помощь населению. ЕДД Славянского района, переведенное в усиленный режим работы, постоянно поддерживает онлайн-связь с Краснодаром. Основная цель учений – проверка готовности всех органов управления сил и средств нештатных формирований к выполнению поставленных задач по предназначению. Для того, чтобы быть во всеоружии при необходимости противостоять возможным чрезвычайным ситуациям, нужно иметь соответствующие органы управления сил и средства. Все это есть в крае и в нашем муниципалитете. Командно-штабные учения еще раз это подтверждают. И вся эта работа должна быть направлена на то, чтобы славянцы и все кубанцы чувствовали себя в безопасности. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, Георгий Калинин. Программа «События». Дмитрий Волошин, 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 Дмитрий В